Самолетом из Минска в Минеральные воды. И Куба далека, Куба рядом. Международная встреча президента. Кого спасали в столичной Курасовщине? И при чем здесь антитеррор? И как выглядят мосты на Чкаловой и Радиальной с высоты птичьего полета? Это электронная версия Минского Курьера. Коротко и по делу о минских событиях расскажу я, Кирилл Казаков. Беларусь на пороге парламентской кампании. Напомню, что единый день голосования назначен на 25 февраля будущего года. ЦИК презентовал официальный логотип выборов, а президент Беларуси провел сперва встречу со спикером Совета Республики Натальей Качановой на эту тему, а после с лидерами четырех партий, зарегистрированных в стране. Напомню, что это Белая Руссия, ЛДПБ, КПБ и Республиканская партия Труда и Справедливости. Президент подчеркнул, что в ходе перерегистрации мы очистили партийное поле от декоративных объединений и тех, чья деятельность направлена на подрыв основ конституционного строя нашей страны. Новый парламент будет отличаться от ныне действующего, я в этом абсолютно уверен. Я знаю, что такое парламентаризм и что такое быть депутатом. Будет отличаться тем, что придется взять на себя большую нагрузку и сыграть серьезную роль в будущем развитии страны. Напомню, в столице образованы 60 избирательных округов по выборам депутатов Минского городского совета депутатов 29-го созыва. Беларусь посетила делегация Ставропольского края. По традиции визит начался с возложения цветов к монументу Победы. Для делегации визит предстоит насыщенный предметный. В плане договоренности их закрепят в правительстве и на предприятиях. Во время встречи главы государства с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым большое внимание было уделено возобновлению прямых авиасообщений. Перспектива в полетах из Минска в Ставрополь и минеральные воды объясняется высокой туристической привлекательностью курортов Северного Кавказа. Всем известны ваши знаменитые курорты с минеральными водами. Пятигорск, Кисловодск, Есетуки. Мы также готовы внести вклад в развитие отрасли. У нас есть возможность поставлять в регион сборные деревянные каркасно-панельные конструкции, экологичную мебель для гостевых домов и для ваших отелей. Давайте также подумаем, как можно увеличить взаимный турпоток. Беларусь-Ставрополь, точки роста, одна из тем, которую поднимали в вечернем политическом канале моя коллега Алена Родовская и Александр Новиков. Президент наш как бы действительно ассоциирует это место тоже с сельским хозяйством. Он сегодня сказал, что Ставрополье будет открыть мультибрендовый торговый дом. А что там будет продаваться? Прежде всего, наша техника. И даже вот этот рост на 75% товарооборота, это прежде всего продажа нашей техники сельскохозяйственной туда. Присоединяйтесь к эфиру каждый будний день на радио Минск 92 и 4 ФМ и в нашей группе в Одноклассниках. Куба далеко, Куба рядом. Премьер-министр Республики Куба Мануэль Мореро Круз посетил с официальным визитом Минск. Александр Лукашенко заявил, что наши страны всегда в последние десятилетия поддерживали теплые дружеские отношения. Цитата «Основой всего этого, фундаментом является экономика. Нам надо серьезные экономические и торговые вопросы подтягивать к вопросам политическим. Вывод, с моей стороны, один. Торгово-экономические отношения значительно отстают от политических и гуманитарных». «Вы должны знать, что и впредь мы будем придерживаться этих же подходов. На дипломатическом, политическом уровне, если хотите, можно сказать, идеологическом уровне, у нас нет абсолютно никаких расхождений». И еще из международных новостей – «Аллея дружбы Монголии и Беларуси» открылась в парке Павлова. Церемония посвящена 30-летию установления дипломатических отношений между двумя странами. «Теплые дружеские отношения. Конечно же, внешнеэкономическая деятельность, которая развивается. Несмотря ни на какие вопросы, проблемы, мы все равно находим пути развития». Также с визитом в Минске была делегация города Омска во главе с первым вице-мэром Евгением Фоминым, «Слово Минск и Омск» в сентябре подписали соглашение об установлении побратимских отношений и сотрудничестве между городами. В минувшем году товарооборот Минской и Омской области составил 36,6 миллионов долларов. «Был визит мэра. После своего визита в нашу компанию он отправил сюда уже специалистов. Они еще раз убедились в том, что наша техника абсолютно соответствует их потребностям. И уже сегодня город Омск готов закупить достаточно серьезную партию машин уже только в этом году». В Минске сейчас насчитывается более 3,5 тысяч объектов общепит. Это кафе и рестораны, а выпускники колледжа кулинарии всегда будут востребованы на рынке. Это подчеркнул председатель Мингородсполкома Владимир Кухарев на встрече с учащимися и коллективом столичного колледжа кулинарии. «Мы отмечаем, что становится больше организаций и предприятий, которые готовы принимать к себе на работу молодых людей». Сейчас в Минске доступно свыше 30 тысяч вакансий. Но при этом есть куда расти в плане профориентации школьников. Мужество, отвага и чувство верности своей родине в Минске начал работу районный военно-патриотический клуб «Стрела» от ГАИ. В 64-й столичной школе прошло торжественное открытие с участием министра внутренних дел Ивана Кубракова. «Именно эти дети уже учатся кто-то в третьем классе, кто-то чуть постарше. Но они сегодня уже подают пример своим сверстникам в соблюдении правил дорожного движения». Возгорание вагона, 15 пострадавших и слаженная работа всех структур в столице прошло межведомственное учение «Метантитеррор-2023». Основные места действия – железнодорожные пути, больница скорой медицинской помощи, все в Курасовщине. Участниками учений стали работники МЧС, здравоохранения и Белорусской железной дороги. Все структуры продемонстрировали слаженную работу и быстрое реагирование на ЧС. К строительству инфекционной больницы в новинках приступят в ближайшей перспективе. Об этом рассказал глава администрации Центрального района столицы Николай Поляков. Планируется также строительство жилых домов, развитие инвестиционных проектов. Разработан детальный план района, в котором предусматриваются возведения поликлиники, школы и садиков. Все это будет постепенно исполняться по мере развития района. А вот так выглядят мосты на улицах Чкалова и Радиальной с высоты птичьего полета. Второй уже почти готов, работы на первом идут с опережением сроков. Напомню, что в Минске 109 мостов и путепроводов, в том числе 35 на МКАД. В планах реконструкция четырех из них на проспекте Жуково через Либнихта, на Долгобродской через Ванеево и железную дорогу на Москву и мост с Московской на проспект Независимости. Подробности можно прочитать в бумажном курьере за 10 ноября. Мечтай, дерзай, твори! Агентство Минск Новости запускает второй сезон проекта Медиалига, который будет полезен студентам столичных вузов, которые интересуются политикой и журналистикой и желают создавать свои новости. Подать заявку на участие можно до 17 ноября включительно. Заместитель председателя Мингросполкома провел рабочую встречу с временным поверенным в делах Израиля в Беларуси Цви Миркиным. По мнению Артема Цуранова, в Минске представители разных национальностей живут в мире и согласии. В Беларуси проживают представители 156 национальностей, многие в столице. В Минске зарегистрировано более 20 национально-культурных общественных объединений, в том числе еврейской культуры. И как я уже говорил неделю назад, новогоднее настроение уже приходит в Минск. Первые елки начали устанавливать в разных районах столицы. Мы запечатлели их появление в парке Павлова и на улице Столетова. Мне кажется, это хорошая традиция. Это была электронная версия Минского Курьера. Смотрите в вашем телеграме и читайте на бумаге газете в этом году. 115 лет знаем о Минске. Все, говорим о главном. Субтитры создавал DimaTorzok